Рад всех приветствовать на новой рубрике «Беседы с батюшкой». А нет, у нас же все-таки Smalltalk с техдиром. Сегодня у нас в гостях CPO компании CSCard, Сергей Герасимов. Представляем его, встречаем и радуемся тому, что он будет нам сегодня рассказывать. Всем привет. Спасибо, что уделил нам время. И мы хотим познакомиться с тобой сегодня, немножко узнать про компанию, узнать про какие-то аспекты жизни, работы. И начнем, наверное, с такого простого момента, но который я очень люблю, задавать на собеседовании. Как ты до такой жизни докатился? Ну смотри, я на самом деле уже, сколько получается, 14 лет в айтишке. Из них 10 лет в e-commerce. Работал в разных компаниях, и в федеральных, и в международных. Вот, начинал я с компании, которая занималась заказной разработкой федерального уровня здесь, в России. Проработал там 4 года, и затем я оказался в продукте. Вот, в продукте у меня была, была первая роль, это инженер технической поддержки. Мне было, я никогда до этого не работал в продукте, и мне было интересно именно узнать, а чем вообще живет вот продуктовая компания, что они делают, кто клиенты, а с чем клиенты приходят, какие вопросы задают. Поэтому, когда мне предложили присоединиться, это было, наверное, даже больше такое мое решение, а давайте попробуем вот именно зайти с этого угла. Вот, так я проработал в техподдержке 2 года, вот, стал тем лидом, и затем начался такой большой, очень интересный период кастом-девелопмента в компании. Вот, мы много общались там с клиентами, делали всякие клевые штуки, и в какой-то момент осознали, что для нас это получилось как такой стартап внутри другого стартапа. То есть и продуктовая компания живет как стартап, и в ней рождается новый классный департамент, который тоже работает еще в режиме стартапа. Вот, много довольно-таки времени прошло, да, я проработал там в районе 10 лет, и затем вот оказался в CS-карте. Вот, меня пригласили на роль CPO, и здесь я занимаюсь, собственно, тем, потому что управляю продуктовой командой, и вся стратегия продукта, планирование, куда мы идем, цели, это все тоже, собственно, на мне. А то есть, если я правильно понял, ты пришел из техподдержки, да, условно, в свою позицию. А у тебя был ли опыт, ну, потому что аудитория у нас в основном разработчики, был ли опыт именно программирования, какое-то техническое образование, или как-то ты вот взаимодействовал непосредственно с кодом, с каким-то железом, может быть, или с чем-то низкоуровневым, или ты уже зашел со стороны, скажем так, клиентов в это все? Мне кажется, знаешь, это идеальная смесь вот именно каких-то технарских штук и таких гуманитарских, больше связанных с работой с клиентами. То есть, да, ты прав, я заходил в эту позицию именно с точки зрения работы с клиентами, но при этом, учитывая мой опыт в кастом-девелопменте, мне так или иначе приходилось трогать какой-то код. Там CSS, HTML, JavaScript, я довольно-таки много работал с React Native, мы собирали разные мобильные приложения. То есть, так или иначе, вот на каком-то определенном этапе моего развития, развития компании, мне приходилось все время трогать что-то новое. Вот не было мобилы, появилось в мобилке, о, классно, там надо поковыряться, там что-то можно сделать. Никогда я не работал там с JS, а тут как бы появилась необходимость, о, круто, пойду загуглю и посмотрю, что же там есть. Поэтому, если говорить именно про мой такой технический опыт, я думаю, здесь можно ответить так. Тысяч пять строк кода я написал, но я не могу себя назвать каким-то суперэкспертом именно вот с точки зрения технической. А мешало ли тебе вот это вот отсутствие такого технического опыта непосредственно в той позиции, тем более уже такой, ну, менеджерской, не знаю, высокоуровневой C-позиции, как их называют. Не хватало ли тебе, может быть, чего-то, приходилось ли чего-то доучивать, например? Да, 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 конечно, потому что, ну, все равно там все не загуглишь, и это были какие-то разные интересные курсы, это были внутренние обучения внутри там компании, в которой я работал. Я понимаю, что если мне каких-то знаний не хватает, то, учитывая то, что продуктовая компания в них всегда в основном фокусу направлены на продукт, и работают многофункциональные команды, это не мешает мне проконсультироваться с кем-то, с ребятами из CTO, с тем лидами, вот, по разным вопросам, касающимся технических вопросов. Круто. А давай тогда немножко переходим так плавно, немного в рассказ про тебя, еще пара вопросов будет, а потом уже непосредственно про компанию, про ваши процессы и все остальное. И вот хочется начать с такого, связанного еще с работой, но больше про тебя. Отчего ты ловишь кайф в работе своей? Я получаю огромное удовольствие, когда вижу, как какая-то фича или какое-то изменение, которое мы вносим, приносит действительно пользу. Ну, потому что это, собственно, то, зачем занимается продукт-менеджер, да, его как раз задача это нащупать как раз вот те слабые места, где даже не слабые места, а вот те места, где кто-то сталкивается с какой-то определенной задачей или проблемой, ее максимально расшить, понять, как ее можно сделать относительно недорого, но при этом, чтобы валью всего этого был очень заметен и ощутим, и затем наблюдать за радостными лицами генерального директора, клиента, ребят из техподдержки, например. Вот это мне прям драйвит, и, мне кажется, здесь как раз вот ощущается вот этот вот такой хороший вкус успеха. Классно, вы сделали клевую штуку, она для кого-то полезна и что-то приносит. Это очень круто. Ну и плавно немножечко еще отойдем в сторону от работы. Вот как бы ты себя сам охарактеризовал, то есть что тебе нравится, что ты любишь, то есть чтобы наши слушатели, зрители понимали, а какой человек вот в СПО, какой он из тебя в жизни, скажем так. То есть какие-то интересы, какие-то, не знаю, там, то, на что ты тратишь свое время, кроме работы. Да, давай расскажу. Ну смотри, во-первых, я женат. У меня есть прекрасная жена, и у меня есть двое детей, оба мальчишки, им 7 лет, они близнецы. Ну, так уж повелось, что и в семье моей жены, и в моей довольно-таки много рождается близнецов, поэтому мы надеемся, что этот тренд будет дальше и продолжаться. У меня дома есть три кошки, одна собака и еще одна рыбка. Вот. Что мне нравится делать? Я обожаю путешествовать. Я как раз вот посетил 8 стран где-то там за последние полтора года. Летом я люблю проводить время на даче. Вот. Может показаться немножко странным, но учитывая то, что образ жизни довольно-таки сидячий, много времени довольно-таки я и жена мы проводим за компьютерами, там, за десктопами, за мобилками. Вот. Для нас очень важно все-таки не потерять вот эту вот какую-то связь там с природой, и поэтому мы, можно сказать, такие в какой-то степени дачники-огородники, вот, и мы действительно ловим кайф, когда удается вот из одной среды вырваться в другую. Вот. Время с семьей провожу вечером, стараюсь как-то соблюдать вот этот work-life balance. Мы смотрим разные сериалы, вот, из последнего там детство Шелдона смотрели. Вот. Играем в плойку с детьми, там, в Майнкрафт, всякие черепашки-ниндзи, и Текстилл, классные игры, мне прям реально кайфую. Кстати, я заметил, что вот именно игра в, там, компьютерные игры, там, или в приставку, они тоже помогают довольно-таки сильно разгрузить мозг, потому что ты сосредоточен не как в фильме, да, когда ты фильм смотришь, там, а может быть и не первый раз, ну, просто идет какая-то картинка идет, и вот твой мозг, по сути, там не отдыхает, и все равно можешь там продумать какие-то еще штуки. А когда играешь в приставку, да еще и с детьми, там, папа, будь предельно внимательный, ты что нас тут убивает, вот, все, ты сконцентрирован чисто на той теме. Если немножко еще поговорить про меня, там, про прошлого какого-то меня, там, я, в родом, вот, из Ульяновска, и офис у нас, кстати, тоже в Ульяновске, я окончил школу с углубленным изучением иностранных языков, затем я поступил уже в высшее учебное заведение, сначала я учился на лингвиста, потом понял, что как-то мне эта тема затухает и не очень интересно, поэтому я через какое-то время переквалифицировался именно в менеджмент организации, с успехом закончил, и, получается, я работаю по специальности. Давай такой еще вопрос, наверное, про любимое произведение, это может быть игра, может быть фильм, может быть книга, сериал, там, вот, что первое приходит в голову? Ну, мне кажется, это, наверное, в первую очередь кино, есть такой классный фильм «Звездные врата», 1994 года, там, как раз, это научная фантастика, где ребята открывают «Звездные врата», которые можно использовать для того, чтобы перемещаться в разные миры, вон, фильм на самом деле очень классный, там есть какая-то и такая немножко военная тематика, и техническая, фантастическая, и потом после этого фильма еще было несколько классных сериалов, там, «Звездные врата» ЗВ-1, «Звездные врата Атлантида», и там, в общей сложности их, по-моему, там, что-то в районе 17 сезонов, я их смотрел все, причем несколько раз. Ну, хорошо, давай тогда немножко завершать про личное, будем переходить уже к работе, и в качестве завершения такой небольшой блиц-опрос, тебе важно отвечать именно, вот, опять же, первое, что приходит в голову. Поехали. Моргенштерн или металлика? Металлика. Окей. А яичница или круассан? Яичница. Поиграть на столку или сходить в баню? Поиграть на столку. Шашлыки с пивом или хайкин в горах? Шашлыки с пивом. Факты или интуиция? Факты. И самый последний важный вопрос. Табы или пробелы? Табы. Сразу минусы появились под видео, там. Да-да-да-да. Это в любом случае, на любой вариант было бы. Сейчас все любители питона начнут такие, там, а-а-а. Давай ближе к работе. Можешь, пожалуйста, описать свой, ну, такой стандартный день работы, вот один. Вот как он примерно проходит, с чего ты начинаешь, что дальше, какие обязательные задачи, какие необязательные. Вот примерно так. Ну, смотри, мне кажется, здесь какого-то прям суперинсайта нет. Мне кажется, у большинства ребят, которые управляют там продуктовыми командами, он начинается одинаково. То есть это какой-то синк с командой по определенным задачам, проектам, что сейчас в работе, что удалось, что не удалось. Я не говорю про то, что это обязательно там прям такой супер ежедневный какая-то ритуал, да, который мы обязательно соблюдаем, потому что некоторые проекты бывают там очень долгие. И там собираться каждый день, там, чтобы узнать там, у кого как дела, как бы не приходится. Но при этом, да, если мы говорим, например, там, с паратурой команды разработчиков, то здесь есть там ежедневные дейлики, да, я не всегда на них попадаю. Потому что, ну, все-таки это не моя задача, я больше не тактика-стротег, но при этом вот ребята, которые работают в продуктовом офисе, вот, они это делают. Вот, затем это, как правило, несколько созвонов с руководителями других подразделений, обсуждение каких-то долгосрочных целей, краткосрочных. Вот, опять же, пробегаемся по задачам, собираемся, обсуждаем, какие сейчас есть гипотезы в работе, с чем нужна моя помощь, происходит какой-то питчинг. Обед, после обеда еще несколько звонков с ребятами из HR по текущим каким-то наймам, с ребятами-тимлидами из разработки, обсуждаем какую-то там, как лучше задекомпозировать какую-то задачу, еще что-то такое. Несколько звонков, например, могут быть с партнерами. CS-карт развитая такая партнерская сеть, и у некоторых ребят возникают какие-то определенные вопросы, поэтому здесь вот именно на таком уровне именно CPO, SEO, какие-то вопросы вот должны обязательно обсуждаться. Плюс у меня есть синки, естественно, и с моим руководителем, с генеральным директором. Это если вот говорить про какой-то такой рядовой день. Да, судя по рассказу, у тебя 80% времени это созвоны. Не устаешь от них? Знаешь, я все время стараюсь как-то не совмещать, чтобы в один день было каких-то вот там 4-5 суперсложных созвона. Если это 4-5 именно каких-то синков, да, то это вполне себе окей. Если мы говорим про какие-то такие важные задачи, где нужно прям хорошенько напрячься, там полтора часа какого-то обсуждения там или еще что-то такое, обычно где-то там 2-3 встречи в день этого достаточно. Ну, я еще и сам человек такой довольно-таки импульсивный, мне нравится общаться, мне нравится докапываться до каких-то фактов, мне нравится расшивать какие-то истории. Я люблю разговаривать, вот поэтому здесь моей такой вот задачей является это сохранить вот этот баланс, чтобы и себя не перегрузить, и моих там сотрудников, коллег тоже, партнеров не перезагрузить. Поэтому, ну вот пытаюсь как-то здесь лавировать на самом деле. Ну, давай уже непосредственно к компании CS Card, можешь немножко рассказать о ней, о продукте, то есть какие-то подробности, чтобы нашим зрителям было понятно. Чем вы таки занимаетесь? CS Card, что это такое? Это платформа для создания маркетплейса и интернет-магазина. Мы работаем на рынке уже там с 2005 года, вот компанию создали как раз там три ульянских программиста, очень вдохновились вот этим новым миром электронной коммерции, и как раз вот программировали, как бы здесь даже в презентации как раз написано днем и ночью, можно создать лучшую e-commerce платформу. Собственно, первая продажа состоялась 2 августа 2005 года, и с тех пор мы как раз вот празднуем день рождения компании именно в этот день. На нашей платформе уже создано более 50 тысяч различных проектов по всему миру. У нас штат 76 сотрудников. Вот, если говорить конкретно о самом CS Card, вот именно как о продукте, это на самом деле очень классная штука, которая может там позволять тебе там буквально за один день создать интернет-магазин, вот, с небольшой подготовкой, или там при течении какого-то небольшого количества времени, также с небольшой подготовкой создать свой маркетплейс. А вот вопрос, как вы работаете с обновлениями, то есть у вас, грубо говоря, есть некая заготовка, да, которую каждый себе может раскатать, и вы же потом еще допиливаете ее, то есть делаете какие-то новые фичи и все остальное. Как это мэчится с теми изменениями, которые делает сам, ну вот, пользователь, скажем так, в данном контексте? Смотрите, здесь на самом деле, как бы, там, чего-то такого необычного нет, то есть у нас есть там свой апгрейд-центр, и когда выпускается новое обновление, клиенты получают выдавление о том, что доступна новая версия CS-карта. Вот, и есть два пути. Если магазин, например, там, не особо закастомленный и там каких-то прям суперразличий нет, то просто накатывается новое обновление, вот, и здесь как бы ничего не происходит, просто все продолжают работать как есть. То есть мы большое внимание уделяем как раз вот обратной вот этой совместимостью, чтобы все, что было до этого, вот, учитывалось здесь. Если магазин уже сильно закастомленный, и клиенты понимают, что они просто так уже обновить магазин не смогут, да, потому что там недостаточно будет просто каких-то, там, посмотреть в эти дифы, там, найти какие-то изменения и их применить, то тогда, собственно, срабатывает вот этот как раз момент, когда у нас, наша команда поддержки может помогать с такими штуками. Если это действительно возможно, потому что у нас команда поддержки, она не только про, там, ответы на какие-то вопросы, это еще и дополнительные услуги, накатить новые обновления и еще что-то такое, но если команда поддержки сама понимает, что изменения слишком большие и просто так не накатишь, тогда, естественно, мы посоветуем обратиться как раз вот к разработчикам, которые предыдущие фичи пилили, чтобы они как-то смогли доработать вот эту свою часть, либо мы можем там порекомендовать одного из наших партнеров, который может с этим помочь. Это как бы такая, тут две стороны вот этой монетки, там, или медали, как это называют. С одной стороны, сильно закастомив свой магазин, ты можешь потерять вот эту возможность довольно-таки быстро и легко обновляться. С другой стороны, если ты, в принципе, уже такой крупный или средний бизнес, там, стоящий плотно на ногах, вот, и у тебя есть своя команда разработки, то это не займет какого-то там большого времени действительно просто взять и накатить какие-то новые изменения. Да, действительно, сложная история. Мы тоже не решили пока как с таким быть, но в целом подход понятен. Мне кажется, это как раз тот момент, над которым работа никогда не останавливается и здесь нет там предела совершенства, поэтому мы можем все время придумать какие-то новые штуки, которые упростят жизнь клиента, да. Продуктовый менеджер говорит всегда, что очень инертная работа у ребят, кто с продуктами работает, то есть иногда лавры собирают те, кто приходит после, да, над тем, что работал предыдущий еще, может быть, разработчик или там продуктовый менеджер, скажем так. А я бы здесь, знаешь, на самом деле еще бы как ответил, вот, когда ты занимаешься вот именно какими-то стратегическими задачами, да, то есть вот ты не тактик не в моменте, что ты делаешь, а вот именно как стратег, то бывает очень часто такое, что первые результаты начинают появляться только где-то там через полгода-год. То есть ты вкладываешь довольно-таки много времени в какие-то определенные штуки, но при этом ты сам понимаешь, что быстрого эффекта от них не будет, должно пройти какое-то время, там собраться дополнительные метрики, там проработаться несколько гипотез, еще что-то такое, и только через год ты начинаешь, а, да-да-да, вот-вот-вот, все, пошло, отлично, вот оно, вот, можно себя за это похвалить. Давай чуть подробнее, может быть, кому-то будет непонятно из наших зрителей, а что такое вообще продуктовый подход? Он в последнее время очень сильно на слуху, мы, в частности, сами про него много говорим и рассказываем, что мы стараемся подходить к продуктовым подходам. А вот что для CS карта продуктовый подход? Как вы это для себя обозначаете? Чем он отличается от другой какой-то разработки, непродуктовой? То есть в чем основные фишки, и вы с этим работаете? Продуктовый подход, мне кажется, он выражается в том, что мы сосредотачиваемся на каких-то ценностях, которые продукт приносит пользователям, да, то есть там для нас важно понимать там их потребности, предоставлять им вот такой продукт, в котором, собственно, там каждая какая-то фича или изменения решают их реальные проблемы и задачи, вот, или улучшают вот опыт использования нашего продукта. Собственно, в этом и задача как раз продукт-менеджера найти что-то, вот что нужно сделать для того, чтобы решить какую-то боль клиента. То есть если у клиента есть какая-то боль, он готов за ее устранение заплатить, значит, ну, по сути, наверное, это то, что нам нужно и то, что принесет нам прибыль вот именно как компании. Но, опять же, основной фокус здесь идет на клиенте. Если мы говорим, например, про какой-то вот, ну, вид разработки такой проектный, да, возьмем, например, я не знаю, там какую-нибудь одну часть, ну, там, я не знаю, есть компания, которая разрабатывает какой-то там проект для какого-то своего клиента, у них есть такой разложенный roadmap, там, что они будут делать, там, здесь мы отдадим MVP-шку, вот, здесь мы дальше там посмотрим, там, что еще можно там добавить, убрать, там, и так далее, и так далее. Вот такой-то у нас будет дизайн, да, там он может там еще пару раз поменяться. Потом работа на этом, например, заканчивается, все жмут друг другу руки, акт подписан, молодцы, расходимся. Вот, это как вот работало раньше. Я уверен, например, там в вашей компании у вас такого нет, потому что вы еще долго-долго с клиентом пытаетесь там найти вот эти вот там какие-то точки, да, посмотреть там сработало, не сработало, еще что-то такое. Вот у нас, по сути, то же самое, то есть у нас нет какого-то этапа, где мы просто там пожали друг другу руки и разошлись. Для нас это как раз не работа вот по какому-то roadmap, хотя он тоже есть, а именно и в моменте, и в долгосроке вот выявлять вот эти какие-то узкие места, вот, которые вот мешают нашим пользователям продавать больше, становиться успешнее, вот, и их как раз расшивать, вот, проверить гипотезы, провести исследование, понять, как нам, какую штуку изменить, вот, внедрить это изменение, собрать первый фидбэк, потом уже раскатать на всех, вот, и дальше опять и опять по кругу начинается там то же самое. Вот, мне кажется, это вот хорошо как бы описывает. Но при этом, кстати, стоит понимать, что у нас есть, собственно, и какое-то долгосрочное планирование, да, я как раз вот про это уже говорил, что есть определенные там стратегические цели, которые, там, те штуки, к которым нам хочется прийти, там, например, там, через год, через два, через три, да, мы оцениваем там текущее состояние дел, какие наши там старые, слабые стороны, сильные стороны, контекст, в котором мы живем. Окей, с этим мы определились. Дальше цели сформированы, мы можем идти к моменту, собственно, а что же нам нужно делать там, чтобы к этим целям прийти, да. Так рождается продуктовый роудмэп. Он всегда закрытый, мы его не транслируем на клиентов, потому что, когда ты начинаешь транслировать уже в мир, ты, получается, как будто коммитаешься на то, что что-то точно будет сделано. Но не факт, что именно то, что мы запланировали, оно вот именно так и будет. Вот суперзадача для вот команды как раз R&D, да, вот как раз речь о чем-то девелопмент, это вот найти вот этот вот баланс между тем, что мы точно делаем, что мы не планировали делать, но нам нужно это сделать, потому что если мы это не сделаем, то будет на самом деле плохо. И тем, что нам диктует изменяющийся рынок, что-то резко произошло, мы не можем не отреагировать на это что-то. Если мы в эту историю быстро не зайдем, мы останемся на обочине, а нам этого, собственно, не хочется. Вот такой вот подход мы у себя используем в CS-карте. Здесь небольшую рекламку сделаю для наших зрителей. Если что, мы, да, вот пытаемся пиарить продуктовый подход и привносить его в заказную разработку, поэтому подписывайтесь на телеграм-канал, мы там про это чуть подробнее рассказываем. Если это можно, конечно, тебе рассказывать, потому что я не знаю по поводу индей, там, ваших планов и всего остального, но, может быть, ты поделишься, что у вас сейчас в приоритете, то есть какой стэк технологии, релизы, может быть. Да, давай расскажу. Ну, смотри, в первую очередь, конечно, в приоритете это пользователи и продукт. Вот, это всегда приоритет как бы номер один. Вот в данный момент мы довольно-таки много как раз усилий вкладываем в формирование, как я говорил, как раз вот новой стратегии, да, пересмотру линейки наших продуктов, вот ее какое-то переосмысление, усиление и переосмысление. Вот, то есть держим руку на пульсе, стараемся, чтобы в каждом релизе как раз были какие-то новые штуки, полезные там для наших пользователей. То есть, если кратко ответить, да, наверное, мы сейчас вот именно вот с этой точки зрения сосредоточены именно на формировании новой стратегии и на релизах. Вот, а вторая штука – это еще одна тема, вот, связанная как раз с миром B2B. Я ее немножко вот затрагивал, когда вот мы говорили как раз про интересные кейсы. Тут речь идет вот не столько про e-commerce, сколько, вот в чистом виде, да, сколько про возможность вообще создания различных каких-то B2B-порталов, каких-то систем управления заказами, торговых площадок и так далее. У нас есть такой довольно-таки интересный проект, я бы даже сказал, такой платформа, она называется CS Card Enterprise, и в ней вот как раз используется немножко другой подход. То есть там такой используется подход микросервисов, даже, нет, давай даже не так, наверное, я уже скажу. В CS Card Enterprise используется микросервисная архитектура и такой API-first и headless подход. И ко всему этому он еще и написан на движке Laravel. И, по сути, такое, знаешь, гибкое решение высокой готовности, которое позволяет тебе вот на этой платформе в виде такого ядра с возможностью подключения вот как раз разных микросервисов и кастомизации построить, собственно, вообще практически все, что тебе угодно. То есть если эта CS Card, вот там в чистом виде, это такая e-commerce тема, да, там создаешь маркетплейсы, создаешь интернет-магазины, то вот Enterprise тема – это вот больше именно про какой-то некий такой вот гибкий фундамент, вот, в котором есть уже довольно-таки много всяких интересных штук, но, накладывая на этот фундамент, ты можешь встроить вообще прям различные разные истории, там, B2B-шные, B2C-шные, там, порталы, какие-то там торговые площадки или еще что-то такое. И это все еще и дает как бы более быстрое такое внедрение новых фич для любой бизнес-модели. Вот, но тут стоит понимать, что, знаешь, вот этот вот продукт, который есть, он никак не пересекается, вот CS Card, вот Store Builder и Multivendor, то есть над ним работает такая отдельная команда. И вот, наверное, я бы даже тут призвал, если среди наших слушателей есть ребята, у которых есть потребность вот в автоматизации каких-то вот, может быть, там, внутренних процессов или в создании вот таких вот электронных площадок или B2B-порталов, вот, возможно, там, какая-то автоматизация внутренних процессов, закупок, там, работы с дилерами или еще что-то такое, вот, то мы будем рады обсудить как раз эту штуку. То есть это наш такой сейчас второй фокус, это не что-то такое, что мы вот прям вот сейчас готовы, там, супер, там, запрезентовать или еще что-то такое, это то, что мы готовы обсуждать и на чем мы готовы делать интересные проекты. Окей, интересно. Звучит как что-то прям очень масштабное. Тогда спрошу вот так, для пользователей, условно, на уровне домохозяек, можно ли на вот том, что ты перечислил сейчас, сделать конкурента Алиэкспрессу, Алибабе или там Авито хотя бы? То есть хватит ли возможностей или это все-таки немножко другой уровень? Вообще, на самом деле, мне кажется, хватит, да, потому что это решение довольно-таки быстрое, оно построено на новом стеке, и как бы я не вижу здесь причин, почему мы его не можем использовать, там, даже для таких вот таких вот крупномасштабируемых каких-то проектов. Поэтому да, да. Звучит интересно. Хорошо, тогда давай немножко про... Погрузимся чуть ниже на уровень. Мы сейчас очень высоко, такие масштабные планы, там, большие проекты и так далее. А как вы вообще над фичами работаете? То есть вот прям процесс, очередная гипотеза, допустим, пришла тебе в голову. И как вы это доводите вот непосредственно до реализации, когда уже клиент это получает? Ну, смотри, здесь, мне кажется, нет какого-то секрета. То есть, да, там, мы понимаем, что у нас есть какая-то проблема. Да, там, нам об этом говорят метрики, там, или мы получаем какую-то инфу, там, из каст-девов или так далее. Вот, то есть у нас рождается какая-то гипотеза, там, например, там. Мы считаем, что если мы улучшим вот такую штуку, то она позволит нашим пользователям получить, там, плюс x, там, или плюс y, например. Вот, окей, гипотезу проработали, повертели ее с разных сторон, определили проблему, определили возможные решения, пошли в АБ-тест. Если АБ-тест показывает такие результаты, которые нас не вводят в какой-то вау-режим такой, да, то есть там, неважно, там, провалился он или он там стал, показал какой-то там успешный результат, но при этом мы удивлены, вот, значит, мы, там, движемся в правильном направлении, скорее всего, мы сформируем, опять же, новую гипотезу на основании этой гипотезы. Если гипотеза, собственно, показывает, что, да, там, мы, примерно, там, то же самое не ожидали, ну, наверное, это просто, как бы, даже ее гипотезу назовешь, это, собственно, мы уже были в чем-то примерно уверены и просто решили, как бы, посмотреть, а действительно ли оно так на самом деле. И да, если действительно гипотеза, там, срабатывает, и мы понимаем, что мы в эту историю готовы идти, то дальше начинается, как раз, собственно, этап, собственно, оценки, решения, как мы будем делать, там, сколько у нас по времени это займет, а действительно ли нам вот эта гипотеза, или даже решение этой гипотезы, там, насколько она коррелирует с нашими целями, компаниями. Если, да, у нас там случается мэч, и мы понимаем, что мы готовы в эту историю идти, то, собственно, как раз создается спецификация, ставится в работу, Вот, то есть мы запланировали на какой-то там спринт, ее там декомпозировали, окей, там проходит несколько спринтов, вот мы проверяем, да, если как бы штука готова, она уже зарелижена, вот, мы начинаем за ней как бы следить и смотреть там, а как же там поменялись на самом деле там метрики. Вот, ну, то есть если очень кратко говорить, то примерно вот так. Угу. Давай немного с твоей перспективы. Для тебя это как выглядит? То есть ты условно прорабатываешь гипотезу, как-то там собираешь определенные требования, отдаешь это в такой black box из команды, или же ты прям погружаешься до уровня там процессов, написания кода там, фичей, там, таскания задачек по тоске трекинга, или вот это вот все для тебя закрыто, ты просто запульнул в них идею и дальше получил результат и с ним работаешь? Ну, смотри, на самом деле нет, это не моя, это, собственно, наверное, все-таки не моя задача, да, вот как CPO вот именно вот настолько там глубоко погружаться, все-таки у нас есть продукт-менеджеры, да, которые там занимаются этим. Вот моя задача это больше вот именно их сорганизовать, чтобы мы точно знали там, что мы идем там соответственно вот с какими-то целями, планами, и если есть действительно какие-то штуки, которые, в которых я могу быть полезен, например, да, особенно учитывая то, что я в компании работаю недавно, я могу туда куда-то погрузиться, например, да, но если я буду вот именно здесь, действовать именно со стороны вот именно тактика, то будет страдать моя стратегическая составляющая, поэтому здесь тоже нужно составлять баланс, но при этом должен сказать, что новое место работы, оно всегда тебя так драйвит, и тебе хочется в какой-то момент вот туда вот поглубже куда-то залезть, мне кажется, это даже очень полезно вот именно с точки зрения как раз вот на первых этапах там знакомства с процессами, знакомства с командой, вот, как что происходит, вот почему именно так, а не так, вот позволяет еще и вскрыть какие-то штуки, которые точно можно улучшить. Ну, раз уж мы затронули немного команду, у вас компания, ну, по меркам там гигантов IT, она небольшая, прям, я бы сказал, да, тем более для продуктовой компании, которая успешно живет уже не второе десятилетие, получается, заканчивается, вот, а как вы вообще поддерживаете команду, то есть мотивацию, интерес их, может быть, есть какие-то фишки, лайфхаки, я понимаю, что это немножко не твоя область, но в целом, раз уж мы общаемся с тобой как с представителями компании, может, чем-нибудь поделишь. Слушай, да, смотри, мне кажется, на самом деле даже это немножко все-таки моя тема, потому что я как CPO, я же вот как раз направляю вот свое видение, да, вот в какой-то вот стратегию, там, продукта, куда мы идем, а так как мы все-таки продуктовая команда и все, собственно, заинтересованы в том, чтобы у нас все получилось, нам жизненно важно не вот действовать именно вот как одно целое. Вот, поэтому, когда касаются какие-то вопросы вот именно с формированием команды, там, с чем она живет, там, как ее там премировать или еще что-то такое, я здесь с удовольствием, на самом деле, принимаю участие в таких активностях. И, я не знаю, мне всегда нравится вот этот какой-то подход, когда есть не ярко выраженное, но такое чувство семейственности что-либо, потому что я сам такой человек семейный, там, я сам из большой семьи, во всех компаниях, в которых я работал у нас тоже были всегда такие довольно-таки близкие отношения. Никто не отменяет того, что, конечно, у нас у всех есть там задачи, KPI или еще что-то такое, но если есть какая-то возможность действительно с командой провести там классное время, там, их как-то поощрить, там, вытянуть нам на какой-то там интересный разговор, там, или еще что-то такое, я всегда за. Но если говорить вот такими вот, как бы, верхнеуровневыми штуками, там, что мы делаем в компании для того, чтобы, как бы, все оставались такие на драйве, да, там, понимали, там, что мы делаем и для чего, я бы тут выделил, на самом деле, вот, несколько таких вариантов, как бы, таких пунктов. Мне кажется, тут очень важно сохранять вот этот вот командный дух, на самом деле, да, и вот какое-то там, поощрять, может быть, даже, там, какое-то сотрудничество, взаимодействие, там, между членами команды. Мы проводим, там, совместные обеды, выезды, у нас, мы жарим иногда шишлыки вечером, у нас здесь прекрасная территория, вот, и грех от него не воспользоваться, на самом деле. Вот, командные игры, там, футбол настольный и так далее, и так далее. И у нас есть классный, там, спортзал, кафе, классная, комфортная, вот, как раз вот территория с шатрами, кофемашины, игровые приставки, вот это вот все. Вот, это вот, собственно, то, что позволяет команде, грубо говоря, там, постоянно находиться в взаимодействии друг с другом. У вас крутой офис, насколько я знаю, и хотелось бы по нему получить экскурсию, если можешь, можешь прям это сделать сейчас. Ребята, теперь обычная экскурсия. Смотрите, мы находимся в релакс-зоне, где можно не только отдохнуть хорошенько вечером после трудного рабочего дня, но и, в принципе, во время рабочего дня поработать, уединиться, какие-то штуки поделать. А теперь давайте мы с вами зайдем, собственно, в сам офис. А это наш прекрасный офис, в котором работать одно удовольствие. Помните, я как раз рассказывал про футбол? Вот он. Здесь ребята любят после обеда собираться и погамать, погамать, погамать хорошенько. Пойдемте дальше. Ребята, а это наш классный спортзал. Здесь наши коллеги занимаются, бегают, прыгают, качаются, поддерживают здоровый образ жизни. Это как раз тот этаж, где обитает компания Сиэскарт. Пойдемте посмотрим. Весь этаж полностью наш. Во всех кабинетах ребята из разных отделов трудятся на благо наших клиентов. Пойдемте, я вам еще покажу свой кабинет. Вот, собственно, и святая святых, где, собственно, происходит все стратегическое планирование, обсуждаются цели и так далее. Мой стол. Ничего необычного здесь нет. Монитор, макбук. Единственная здесь есть очень классная штука. Это мои талисманы. Я действительно верю, что они мне приносят удачу. Это лучшие игроки МБА существующего столетия. А вот здесь, кстати, мы не только отдыхаем, но иногда здесь проходят и какие-то очень важные переговоры. А здесь наше баскетбольное кольцо. Попробуем. Пойдемте посмотрим, что там ребята делают. Ребята, всем привет. Привет, да. И вот ребята работают. Ребята у нас довольно-таки творческие. Можно даже посмотреть, какие классные рисунки. Мы не будем их надолго отвлекать, поэтому пойдем. Всем пока. Что мы еще делаем? Мы помогаем с различными обучениями. Мы там всякие обучающие программы, курсы, тренинги. То есть помогаем коллегам расти еще и профессионально. Что еще, мне кажется, очень важно и классно, что во всех компаниях, в которых я работал, в том числе и в CS карте, это вот этот момент прозрачности. Все всегда должны в курсе быть, куда мы идем и что мы делаем. Потому что когда ты варишься в каком-то собственном соку и делаешь там задачу просто для того, чтобы ее сделать, она там есть в каком-то роудмапе, о котором мне ничего не известно, это плохо. А когда у тебя есть такое же видение, ты понимаешь, а что последнего происходило в продукте, а что там последнего, например, ребята обсуждали в рамках процессии, и какие цели мы себе поставили. Важно это проговаривать. Тогда ты как бы и остаешься, получается, на коне, потому что ты владеешь этой информацией, ты можешь как-то ей управлять и делать какие-то классные разные штуки, которые тебе, возможно, даже невозможно, они точно помогут продукту развиваться дальше, а возможно, у тебя будет появиться еще что-то. Это как раз вот очень хорошо ложится на предыдущий пункт. Что еще? Мне кажется, здесь важно, наверное, еще проговорить такую штуку, как сохранение такого work-life balance, то есть у нас сотрудники, мы не ограничиваем их как-то, даже не то, что не ограничиваем, а наоборот, учитываем какие-то их потребности в балансе как раз между работой и жизнью, и мы предоставляем гибкий график работы, возможности удаленной работы, поддерживаем какую-то здоровую рабочую культуру. И мне кажется, это тоже действительно важно, потому что мы как раз говорили про приставки, про дачи или еще что-то такое. Важно, чтобы человек умел не только классно работать, но еще и классно отдыхать. Потому что если кто-то не классно отдыхает, то это может привести к тому, что люди начинают перегорать, постоянно на работе, все ради того, чтобы достигнуть какого-то KPI и так далее. Что еще? Мы празднуем разные успехи, то есть отмечаем какие-то достижения, успехи конкретных сотрудников или отделов, всегда выделяем тех, кто очень круто поработали в этом месяце, перегнал какие-то результаты, которые мы ожидали. Вау, классно, это и могут быть и слава поддержки, и благодарности. Опять же, собраться все вместе и пожарить шашлык во дворе офиса вечером, летом. Мне кажется, это очень классно. И еще одна очень важная штука. У нас периодически всякие устраиваются разные классные штуки для детей. Сотрудник у нас, например, через буквально пару недель, получается, будет День защиты детей. И у нас сейчас идет подготовка конкурса. Нарисуй, кем я стану, когда вырасту. То есть дети или родители, или, может, все вместе принесут рисунки. Мы здесь делаем выставку, а, собственно, маленькие участники, ребята, получат сертификаты подарочные в магазин игрушек. Мне кажется, это тоже очень так мило и классно. Я вот когда своим детям об этом рассказал, они сразу такие, папа, мы точно нарисуем. Когда уже можно когда нести? Так что, мне кажется, вот такие вот как раз моменты, они позволяют прозрачность, ясное понимание, куда мы движемся, для чего, какие-то совместные вылазки и в офисе комфортная атмосфера. Вот это вот прям очень важно. Тема с какими-то конкурсами, особенно для детей, прикольная. Для нас это стало актуально, на самом деле, только в последнее время, потому что до этого компания была очень молодой. И как-то все не складывалось. А сейчас такой смотришь, у ребят, там, у одного ребенка, у другого ребенка, вот уже приходят с детьми. И да, уже надо о таком задумываться в том числе. Это на Новый год уже на подарки нужно закладывать бюджет. Поддерживаю, да. Хорошо, смотри, ты сказал несколько аспектов в своем долгом рассказе про команду, которые я бы хотел еще отдельно там дополнить вопросами, скажем так. Вот смотри, все вот эти вот фишечки как будто бы касаются только офиса. А как у вас с удаленкой, как вы поддерживаете вот эту вот командную атмосферу для удаленщиков, например, или для тех, кто куда-нибудь поехал по известным причинам или еще что-нибудь в этом роде. Или когда там пандемия была, например. Ну, смотри, на самом деле, вот когда был период пандемии, меня здесь еще не было, поэтому я, наверное, здесь больше могу поделиться именно основываясь там на своем предыдущем опыте. Но, насколько я знаю, все с карты делали примерно то же самое. То есть это по максимуму различные синки, но только не просто синки ради синков, чтобы там друг другу в глаза посмотреть. Это, собственно, тоже какие-то совместные мероприятия именно в режиме онлайна. То есть там ребят, мы специально там просим даже камеру включить, потому что кто-то там любит, кто-то не любит, но бывают какие-то моменты, когда очень важно именно поговорить друг с другом. Вот, если мы говорим там про какие-то, например, там новогодние праздники, там есть программа, там команда собирается, мы стараемся всех привозить сюда, вот, для того, чтобы как раз вот убрать вот этот вот момент, когда одни коллеги ни разу в жизни не видели других коллег, но при этом там с ними постоянно взаимодействуют как-то онлайн. Нет, давайте там все-таки соберемся тоже вместе. Те же самые там какие-то новогодние подарки, там подарки для детей, там еще что-то такое. Вот мы тоже не ограничены там тут только Ульяновскому, да, действительно у нас есть классная возможность сотрудникам доставлять еще и какие-то там сюрпризы и так далее, и так далее, там по их там домашним адресам и вот это вот все. На самом деле я не вижу в этом какой-то проблемы, я думаю, это наоборот такая прям классная возможность где-то кого-то там в каких-то небольших хабах объединять, там свозить сюда в Ульяновск, там постоянно поддерживать связь друг с другом онлайн, вот как-то так, наверное. Здесь интересный кейс, подсвечу со своей стороны, может быть, тоже будет интересно. Мы столкнулись с такой фишкой, что ребята сами сорганизовались и просто пошли в дискорд. И вот у нас, допустим, фронты, они постоянно на связи друг с другом, чтобы такой эффект офиса создать, но при этом как бы ты в любой момент можешь отключиться или наоборот подключиться и обсудить проблему, не создавая там ссылку в Zoom, еще что-нибудь такое. Интересный вариант. А пробируем на остальных. Пока сам подключался пару раз, было, ну, странно пока, но привыкнуть можно. Ты знаешь, если честно, я тоже использовал эту штуку, и в какой-то момент я даже забыл, что у меня этот дискорд включен, и я просто сижу, разговариваю там, что там... А это же как раз там пандемия, да, там дети что-то, там папа-папа, там еще что-то такое. И мне уже ребята начинают там, Серега, Серега, ты там не заметился. Блин, ну ладно, послушали моих детей, вроде ничего такого этого. Да, ну вообще-то на самом деле, да, тема интересная. Необычная, но интересная. Ну, для всех, может быть, не подойдет, но если кто-то из слушателей захочет, то попробуйте, интересный опыт. А здесь давай еще немножко назад вернемся. Ты говоришь про открытость целей для команды. Важный момент на самом деле, и многие, наверное, слышали про эту модную книжку от Гугла или кто там ее писал, но тема там была про Гугл, про ОКР. Ее тоже педалировали очень сильно в определенный момент, все там стильно модно-молодежно, давайте это делать так. Вот у вас есть что-то похожее, или как вы раскрываете цели для команды, как вы их ставите в целом, то есть как вы синхронизируете работу компании, вот как ты говоришь, на всех уровнях, что все все понимали. Ну, слушай, ОКР на самом деле здесь отлично подходит. То есть, смотри, это как такая смесь из того, что было, и то, что к нам пришло недавно. То есть есть определенная, например, та же самая страцессия, да, где мы как раз определяем все цели, там, куда нам хочется идти. Это долгие обсуждения, там рождаются определенные роудмэпы, вот, там, маркетинг, продукт, там, еще что-то такое. Дальше это все разбивается на определенные задачи, вот, которые планируются, там, из разряда, там, вот в первом квартале мы будем это делать, там, во втором квартале вот это, вот, возможно, там, второй квартал еще что-то поменяется. Это такая стандартная схема, как это, ну, в большинстве компаний, наверное, работает. ОКР, по сути, от этого не сильно-то и отличается. То есть есть какой-то такой высокий уровень объектив, да, там, например, там, увеличить ревенью, там, в два раза, например, да. Дальше он, естественно, разбивается, там, а что мы будем делать со стороны продукта? Вот, какие мы себе ОКР на основе этого поставим? Вот такие. Окей, значит, у нас ОКР будет вот такой, вот, мы таких-то результатов ожидаем, у нас есть вот такие-то задачи, у них есть, там, вот такой-то свой вес, мы планируем, там, завершить их, там, я не знаю, там, на 80, на 100 процентов, потому что, ну, как мы знаем, в ОКР принято ставить очень-таки амбициозные цели, и даже если, там, ты их на 80, там, 85 процентов сделал, это считается, что уже хорошо, потому что если ты делал их на 100, наверное, это значит, что ты все-таки не те какие-то цели поставил, и верно, верно, да, 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 вот. И дальше уже, конечно, вот у нас есть какой-то объектив, да, там, с ключевыми какими-то результатами, у нас есть список задач, которые мы должны сделать, это все спускается, собственно, от генерального, уже, там, директора, например, да, на руководителей отделов, руководителей отделов на конкретные команды, вот так все, как бы, понимают о том, а, собственно, а для чего мы делаем ту или иную задачу, как она соотносится с целями нашего отдела, и здесь как раз вот очень важно доносить эту информацию, что цель нашего отдела, они взялись не просто так, потому что кто-то так там захотел, да, потому что они нам позволяют, грубо говоря, двигать наш продукт и компанию вперед для достижения уже следующих амбициозных целей. И здесь как раз вот это очень классный момент, когда ты понимаешь причастность вот к этому, к чему-то высокому, большому, но у людей так или иначе, мне кажется, наверное, все-таки у всех сотрудников примерно есть все равно понимание, что какую бы цель мы ни ставили, там, там, захватить какую-то там, там, часть, например, там, рынка, да, там, вывести новый продукт какой-то или еще что-то такое, они так или иначе все коррелируют все-таки с получением какой-то определенной прибыли для компании, да, вот это, собственно, компания не может там постоянно работать, там, я не знаю, там, какой-то там в минус, там, или там инвестиционные деньги, хочется зарабатывать. И здесь, мне кажется, это очень классная штука, когда ты понимаешь, что, скорее всего, даже не то, что скорее всего, что определенные цели позволяют нам зарабатывать больше, да, то есть там наши клиенты зарабатывают больше, и вместе с ними мы тоже зарабатываем больше. Значит, сотрудники могут рассчитывать на то, что при достижении определенных целей, KPI, задач и все это такое, собственно, и их возможности, их зарплаты и так далее тоже может расти и будет расти. Это очень классная такая еще одна такая штука, которая по вертикали очень хорошо отслеживается. Хорошо, давай немножко тогда закольцуем вот эту вот тему как раз про цели и все остальное. Как она пересекается с продуктовым подходом, вот чтобы совсем понятная была выстроенная такая цепочка? Ну смотри, мне кажется, здесь довольно-таки прослеживается такая прямая зависимость, да, то есть есть цели, которые компания ставит там при этом на ближайший год, да, вот. Поэтому эти цели включают в себя, собственно, и даже не то, что включают в себя, они должны в себя включать и включать развитие продукта. Как нам развивать продукт так, чтобы его покупали, правильно? И мы никогда не сможем продать клиентам то, что-то, что не решает их проблему. Поэтому если мы будем делать просто фичи ради каких-то там, фич или изменения ради каких-то изменений, мы это делаем, это просто будет делаться непонятно для чего, и продажи нашего продукта будут падать. Наши клиенты не будут на нем зарабатывать, ну, наши клиенты не будут зарабатывать, используя наш продукт, потому что он не решает их проблем, он не решает их задач. Поэтому здесь, собственно, и важно продуктовый подход всей компании сделать продукт настолько ценным для клиентов, чтобы решать максимуму проблем, чтобы и наши клиенты были счастливые и успешные, и мы на этом, собственно, зарабатывали. А это как раз хорошо совпадает с тем, что практически любая цель, она все-таки в конечном итоге приходит к увеличению времени. Посвенно немножко перейдем от целей, наверное, про вопросы такие. Здесь хочется затронуть, наверное, и сразу и личный пласт немножко твой, и компании. Вопрос звучит следующим образом. Что вас вдохновляет? Может быть, на уровне компании что-то вдохновляет? Может быть, что-то лично тебя вдохновляет? Какие-то другие компании, другие подходы, или, может быть, отдельные личности, или еще что-то в таком роде. Так, что вдохновляет? Слушай, мне кажется, это, на самом деле, скорее всего, может быть даже какая-то солянка. Я не знаю, если говорить в целом про компанию, естественно, мы вдохновляемся какими-то классными результатами наших компаний, на которые мы обращаем внимание. Это могут быть какие-то прямые и непрямые конкуренты, или еще что-то такое. Кто-то выводит на рынок новые какие-то продукты или новые технологии. Естественно, мы не можем как будто тоже оставаться в стороне. Мы это видим, мы это чувствуем, мы думаем сразу же, а как мы могли бы тоже применить это у себя. Если говорить вот про меня, например, что меня вдохновляет, мне кажется, может банально, наверное, об этом говорить, но меня вдохновляет успехи наших клиентов, наших пользователей. То есть, опять же, если посмотреть, что один из наших, один, один десяток, сотни или еще что-то пользователей, пользуясь нашим продуктом, достигает каких-то успехов, ну, это реально, мне кажется, очень классный показатель, собственно, и твоя работа. Он тебя вдохновляет дальше двигаться, да, там делать еще какие-то там, какие-то штуки новые, классные, амбициозные. И вдохновляет себя, собственно, как еще и человека. Блин, классно у нас, реально, блин, прикольный клиент, которые, вот, умеют, там, применить, там, в себе свой подход, там, подключить, там, маркетинг, да, там, выстроить какую-то, там, свою стратегию, которая сработала, а мы еще и в этом помогли, круто. Ну, нужно тоже, как бы, думать в этом направлении, двигаться и так далее. Ну, здесь как старая байка, да, про, как там, двух строителей, да, один кирпичик кладет, другой церковь строит. Вот здесь примерно похожая история, да, то есть, ну, на что-то ориентироваться глобальное, цели и все остальное. Круто. Раз уж ты сказал, что твой любимый фильм – это «Звездные врата», то мы тут подготовились немножечко, небольшой интерактивчик юмористический, под завершение, так, чтобы нашим людям, кто досюда досмотрел, было не так скучно, и развеселительно на высокой ноте уйти, надеюсь. Посмотрим, как получится. Опять же, выпуск пилотный, экспериментальный, давайте пробовать. Здесь хочется попробовать как раз-таки обсудить вариант, как бы эти герои справились с постановкой гипотезы очередной в вашей компании. То есть, представим, что это митинг в вашей компании, вы там обсуждаете очередную гипотезу, и вот мы ее сейчас будем пытаться отыграть. Для начала, собственно, оригинальный вариант со звуком, я не знаю, его будет слышно, нет на шаринге, сейчас попробуем. Чтобы определить местонахождение, но чтобы проложить курс, нужна точка отчета. Но в овале всего шесть символов. На самом деле, седьмой знак не внутри овала, он здесь, внизу. Это пирамидка с парой забавных человечек. И смешным лучиком, исходящим из верхушки. Вот так. Круто. Это на самом деле, да, мне кажется, это один из самых важных моментов в этом фильме, как раз когда Дэниел Джексон открывает тайну «Звездных врат» и понимает, что для определения курса нужна еще и седьмая точка, и она, оказывается, была все время на виду, но никто ее при этом не замечал. Классный отрывок, на самом деле. Блин, надо сегодня вечером пересмотреть, наверное, еще разок, там, раз в 60-й. Хорошо, тогда давай представим, что ты голос этого главного героя тогда. Я всегда не читаю. Презентуешь очередную какую-нибудь, сам можешь придумать какую гипотезу того, как ваш продукт будет развиваться в дальнейшем. Давай мы даже, знаешь, как сделаем? Мы представим, что как будто мы отработали уже там несколько гипотез, и мы идем в какую-то конкретную фичу. Из всех других. Мне кажется, вот это, кстати, сюда неплохо подойдет. Давай. Смотрите, это наши стратегические цели компании. А вот фича, которую мы хотим сделать. Оп, она бьет прямо в центр целей. Что по поводу денег? О, она вообще практически ничего не стоит. Смотрите, она в нашем списке трубатру с затратом прямо в самом конце. Смотрите, вот график наших продаж к наших клиентов. Сначала наверх, потом вниз. Мы сделали еще несколько десятков касс-дэф интервью с чуваками, и поняли, что им эта фича нужна, чтобы растить продажу. Опа, вот так вот вверх. И все. Вот вам и бизнес-центр для клиентов. Круто. Ладно, все равно сделаем. Слушай, а мне понравилось, кстати. Да-да-да, мне понравилось. Особенно с этим графиком. Он идет вверх, потом вниз. Блин, если мы сделаем, он хоп так наверх. И все. Не, ну прикольно. Мне кажется, вы можете где-нибудь из этого зайти. Вы дали мне возможность первый раз побыть Дэниелом Джексоном. Это же прям очень круто. И очень много для меня значит. Круто. Так, ну что, спасибо за прекрасную беседу. Я думаю, будет полезно всем нашим слушателям, зрителям. Если вы действительно считаете, что это было интересно, ставьте лайки, подписывайтесь. И, конечно же, пишите комментарии. Я думаю, мы с Сергеем будем за ними следить. И если что-то будет интересное в вопросах, на что мы сможем с удовольствием ответить, мы, конечно же, это все прокомментируем. Если вам понравился формат, если вы хотите что-то еще подобного рода, или у вас есть предложение по вопросам, что хотели бы узнать, либо кого пригласить, тоже пишите в комментариях. Будем стараться соответствовать качеству и развивать эту рубрику. Отдельное слово Сергею. Не знаю, можно попрощаться, можно поблагодарить, как хочешь. Я и поблагодарю, и попрощаюсь. Ребята, всем спасибо. Было очень интересно. Толя, ты просто классный. Обязательно нужно будет как-нибудь повидаться еще лично. Ребята, всем пока и всем хорошего дня. Удачи!